Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам о том, какой будет столица у той территории, которая сейчас называется Россия. Как известно, вчера был печальная очень годовщина падения Казани, печальная для казанских татар. И вот Московия даже не дала им возможности татарам оплакать это событие, которое они оплакивают уже почти полтысячелетия. Так развивалась дружба в то время московского и татарского народа. Город пал 2 октября 1552 года после 40-дневной обороны. Московиты разрушили его, выгнали, изгнали и вырезали практически все население и даже измывались над оставшимися, потому что есть такое выражение сирота казанская. По приказу Ивана Грозного или Ивана Лютого все татары в Казани выше колеса, телеги были вырезаны, соответственно осталось много сирот и московиты еще и насмыхались. Сироты казанские называли их. Очень им было смешно. Но вообще предыстория падения Казани это важная и поучительная тема. В частности, московиты после смерти хана Сафагирея, который был родственником крымским ханам. Москва потребовала, чтобы казанцы выдали малолетнего наследника и его мать. И казанцы это сделали. Москва поставила править в Казань свою креатуру. Тогда крымские татары были заняты и не могли отвлекаться на эти вещи. Поставили им креатуру Шах-Али, самого деморализованного и урольливого и вообще в любых смыслах, как пишут казанские татары. Да и не только. И западные источники тоже. Ну короче, обычное дело поставить самого большого негодяя, самым большим коллаборантом. Потом, после этого, потребовало отдать от казанцев всю горную часть государства, то есть правый берег Волги. Казанцы опять это сделали. Ну а потом решили вообще ликвидировать Казань и поставить туда немецких, ну московских наместников. Ну и тут уже казанцы возмутились, выгнали этого марионетку российского, московицкого и стали готовиться к обороне. Но было уже поздно. А кроме того, московитам очень сильно помогло то, что они могли безболезненно в то время поставлять себе артиллерию передовую из Европы. И себе накупили огромное количество артиллерии, которой у татар не было. Им не было откуда ее поставлять. Соответственно, получился такой перевес в силах, который, в общем-то, по войскам московиты, как правило, проигрывали казанским татарам в битвах в степи, скажем, в поле. А здесь они воспользовались тем, что никаких санкций против Дикой Московии не было в то время. И, соответственно, получили такой результат. Надо сказать, что осада 1552 года, это пятая уже пятая осада после целого ряда осад, предпринятых московитами. В 1487, 1524, 1530 и 1550 годах. И вот как предысторию эту описал Петр Петроэль из Элизунда. Шведский посланник в Москве называется «Реаляция». Его работа одна 1608 года, а вторая — «Московитская хроника» 1615. Но я беру и оттуда, и оттуда. Он, кстати говоря, опирался на работу Сигизмунда Герберштейна, который описывал многие из этих событий как очевидец. Это посол Австрийской империи в Москве. И вот как предысторию этой всей истории он описывал. «Казанские цари и правители в древности были так богаты и сильны народом, что могли ставить в поле против московитов 60 тысяч конницы. Иногда они заставляли московитов отдавать себе честь, а иногда и московиты одерживали над ними верх. Пока их на голову не разбил, великий князь Василий Иванович и не заставил взять царя и правителя, который был ему угоден. Они должны платить этому царю подать и слушаться его во всем. Казанцам было очень досадно, что великий князь поставил царствовать над ними мерзкого и неспособного царя Шиголея, у которого были большие, длинные и обвислые уши, как у британской собаки, большое черное лицо, толстое тело, короткие ноги, длинные и безобразные ступни. Вообще это был безнравственный, грубный и скотовидный человек, который к тому же был более предан и благосклонен к россиянам, чем к ним». Надо сказать, что московиты всегда ставили самых таких представителей к себе в коллаборанты, для того, чтобы они разлагали местные общества, поформировали пирамиды, такие пирамиды некомпетентности, пирамиды предательства, пирамиды измены на покоренных народов. Вот дальше. «Казанцы послали тайное письмо крымским татарам, в котором горько жаловались на свое несчастье, что они хитростью и обманом из-под власти собственных царей попали, под игорь великого князя, проявлявшего больше благодеяний и милости россиянам, чем им. Крымский татарин Менгли Гирей был очень раз, поспешно собрал большое войско, пошел на Казань, осадил ее, завоевал и поставил в ней своего брата Саид Гирея. А Шигалей сбежал с женой и детьми в Москву и пожаловался на это великому князю. Узнав, что такое сильное войско крымского татарина неожиданно оказалось рядом и наделало ему столько бед, великий московский князь выставил свою армию, которую только смог набрать торопливо, и выслал ее навстречу татарам к реке Оке. Когда они сошлись, то воевали так сильно, что с обеих сторон погибло много людей, однако россияне проиграли бой и сбежали в Москву. Но татарин быстро погнался за ним и преследовал их мечом, грабежом и огнем до тех пор, пока не дошел 3,5 мили до Москвы. Там он стал лагерем. К нему пришел туда и брат его Саид Гирей с казанским ополчением. Он также наделал немало бед, проходя войском, и стал у брата. Это слишком напугало московского великого князя в крепости. Он испугался и совсем пал духом. Сдал крепость сыну своей сестры, князю Петру, татарину, кстати говоря, и нескольким другим своим советникам, а сам сбежал в Великий Новгород. После этого татары взяли город и каждый день подступали к крепости. Россияне держались крепко и оборонялись луками и стрелами до тех пор, пока стало невозможно. В конце концов перешли к переговорам и прислали большие подарки, которые думали склонить татар к милости и покорности. Татарин заметил, что осада продвигается медленно, вступил с ними в переговоры, взял подарки с соглашением, что Великий князь обяжется грамотой и печатью всегда быть его подданным и платить ему ежегодную дань, как это раньше делали некоторые из его предков. Тогда он уйдет и отпустит всех пленников, которых было бесчисленное множество. Великий князь сначала не соглашался, но в конце концов вынужден был сдаться, подтвердил вышеупомянутую, то есть поголовную вечную дань крымскому хану. И печатью обязался оставаться новеньким подданным хана и ежегодно платить ему дань по три деньги, то есть по три копейки из человека. После соглашения Менгли Гирей сразу же велел поставить в городе свой портрет в знак того, что он покорил великого князя. Сделал это он для того, чтобы когда татары придут собирать подать, Великий князь опускал голову до земли и кланялся перед портретом, осознавая себя подданным хана. Всячески служил бы ему и подчинялся. Завладев страной, городом, Казань и крепостью, Великий московский князь уже... А как он завладел? Когда татарам было не до этого, крымским татарам, у них были проблемы в Крыму, у них были проблемы с престолом наследодием, и, соответственно, с этим воспользовался московский князь. Напал на Казань. Завладев страной, городом, Казань и крепостью, Великий московский князь выгнал местных из города, рассеял и ограбил, чтобы никто из них или их потомков там не жил в Казани, а жили бы они далеко оттуда в селах. Им разрешено также выбирать себе правителей из своих родов и племен, однако при том условии, чтобы они служили великому князю и были готовы с таким количеством войска, которое он потребует и укажет. Астраханские, а еще и астраханских татар. Астраханские и все окрестные татары, вместе с живущими на островах Волги и на Каспийском море, имели прежде всего собственных властителей и царей, происходивших от крымского царя. Он помогал им и выручал их, когда соседние и другие правители воевали с ними. Зато они платили дань ему как своему верховному правителю, пока великий князь Иван Васильевич не овладел ими силой. Он привел их под свою власть, а город и крепость взял приступом в 1554 году и успешно покорил себя. Одержав над астраханцами такую славную победу, он вмиг велел огородить город и крепость сильным бастионом, удалил и прогнал оттуда всех татар, мужчин и женщин, стариков и детей. Раздал дома и все места в городе своим россиянам, высланным туда из всех городков и городов, чтобы никакой другой народ не жил в Астрахани. Татарам, выгнанным из города, выделил он недалеко острова, чтобы они там жили. Дети их до сих пор живут там и построили город, однако не укрепили его. Этот город открыт со всех сторон. Им запрещено укреплять его под страхом смертной казни. Наместник власть и все знатные москвитяне живут вместе в крепости и преданы великому князю. Кстати говоря, в то время был организован один из голодоморов москвитянами против именно астраханских татар на островах. Как раз во второй половине XVI века. Почему же Московия так, собственно говоря, была настроена против казанских татар и избрала их себе целью? Ну, в первую очередь из-за богатства, то есть из-за зависти. Потому что казанское ханство и перед ним Булгария волжская, как отмечается, многочисленнейшими источниками, была очень богата. Соответственно, все это мотивировалось просто жадностью. Очень интересно, кстати, мотивировалось одним источником, московицким военачальником Иван Пересветов. Он призывает царя завоевать Казань. Вот как. Военники удалые посылать на улусы, на казанские довелите их жечьи, людей сечи и плените, мотивируя это вообще фантастически тем, что ослышал Есми про тую землю, про казанское царство, у многих военников, которые в царстве казанском бывали, что про нее говорят, применяют ее, сравняют ее к подрайской земле, угодьем великим. Хотя бы так. И вот шикарная фраза. Хотя бы такова землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мощно терпеть из-за такой угодья. Представьте себе, москвитянам, чужое добро в глаза, так сказать, бросается. Вот отсюда, от этой зависти и от понимания собственной неполноценности, вот все, собственно говоря, наезды на Европу, на Соединенные Штаты, все эти выпрыгивания на любую цивилизацию со стороны России, именно из-за этой жадности и понимания своего убожества. То есть из-за комплекса и жадности. То есть невиданное по московским меркам богатство казанского ханства и его население в контексте его завоевания отмечается и другими московскими источниками, в частности Курбским, а также анонимным автором казанской истории. Надо сказать, что это богатство было даже еще до казанского ханства, при Булгарии, которые являются... Булгары это фактически предки, можно сказать, в значительной степени, в большей степени предки современных казанских татар, но также других поволжских некоторых народов, в частности Чувашей, возможно, с очень большой вероятностью. И, соответственно, о богатстве Булгарии хотели точно такие же истории в древности. Но Украина, ну, Киев, киевская держава, когда увидела богатство Булгарии, сказала, мы их не уничтожим, а заключим с ними мир. Вот. Совершенно разная, противоположная политика, надо сказать. Потому что, вот как об этом пишет летопись наша, украинская ипатьевская летопись, да, любая, собственно говоря. После битвы с булгарами Руси, то есть предков украинцев, потому что Русь тогда была только украинцем, и при осмотре обутых в сапоги пленных булгар, воевода Добрыня посоветовал князю Володымару Киевскому оставить булгар в покое, так как столь развитый народ не будет платить дани. И посоветовал брать дань слапотников. Вот как об этом пишет летопись. Цитирую по ипатьевскому списку. Иде Володимир, это 985 год, еще до хрящения Руси. Иде Володимир на Болгары с Добрынею Оуем. Оуй, это вуй, это по-западноукраински дядя, значит. Ну, вы же, наверное, знаете, что Русь, настоящая Русь, это Львов и Киев, а Москва, это так подделка. То есть, вуем своим в лодьях, а торки берегом приведе на конях. Торки, это союзное племя одно, тюркское. Владимир привел их на конях по берегу, а с войском прошел по Волге. А как тогда, соответственно, в Волгу входили, русыны, в то время, длиннющий совершенно путь. То есть, выход в Днепр, потом заход в Дон, ну, оплыли вокруг Крыма, через Керченский пролив, заход в Дон, и по Дону тянут, тянут аж до места так называемого Волгодонского канала. И там перетягивали, ну, где-то там 30-40 километров по песку, по такому, ну, по земле такой, но не очень высокой, то есть, там такое невысокое место. Протягивали, соответственно, свои корабли и входили таким образом в Волгу и могли таким образом атаковать даже Каспий, представьте себе. Ну, и на Булгар тоже ходили. И берегом приведе на конях и так о победе Булгары и рече Добрыня Володимиру зглядаху колодник. Что, ну, зглядаху это смотрят, а колодник это пленник. Почему колодник? Потому что их заковывали в такие колоды. По-украински колода это бревно. Поэтому пленных назвали колодниками. И суть всевсапозих, то есть, и видят все в сапогах. Сим дань нам не платити, поедев искать лапотник и створи мир Володимир з Болгары и роту заходиша между собой. Рота, это в то время называлась клятва. И реша Болгары, и сказали Болгары, то ли не буде мира мы же нам и оли же камень начинать плаватый, а хмель грузнутый. То есть, они сказали, что будет мир всегда, пока камень не начнет плавать, а хмель тонуть. То есть, все наоборот. То есть, присягу сделали такую булгары волжские, Володыма Рукеевского, его вую Добрыни. Вот, и пускай, теперь подумают, те татары казанские, которые в российской оккупационной власть армии служат своим покорителям, вот, вопреки древнейшей клятве. Пока не буде между нами, оли же камень начнай плаватый, а хмель грузнутый. И надо сказать, что даже после покорения постоянно иностранцы отмечали то, что татары гораздо более развиты, волжские татары, чем москвитяне во всех смыслах. Вот, как об этом писал Юрий Крыжанович, хорватский ученый, религиозный политический деятель, приехал в Москву славянофилом, побыл там в тюрьме, в том числе, а уехал Москва фобом ужасным. Вот он, что писал о москвитах. Москвитяне и московки, пьяницы, лжецы, мошенники, коварные, жестокие, ленивые люди, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взять точничество и произвол начальников не имеют предела. То есть, то же самое, что сейчас. Священники малограмотные и так же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет. Московитам стоит поучиться у турок и татар. Трезвости, справедливости, храбрости и стеснительности. Московиты ужасно грязные. В доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови из-за клопов. И надо сказать, что военный престиж татар, ну вот, конечно, им помогло то, что они, москвитянам, то, что они в Европе накупили артиллерии. Без этого они наверняка бы Казань не взяли, ну, по крайней мере, в середине шестнадцатого века. Вот, как о страхе перед татарами, но уже больше перед крымскими, писал наша украинская летопись «История русов». Это восемнадцатый век, это фактически, ну, такой официальный взгляд казачества, казаческой верхушки на историю. Соответственно, история русов это история Украины, потому что Русь это Украина, а Московия то Москве. в том понимании восемнадцатого века. Ну, и в нашем современном тоже понимании. Вот, как писала история русов. Солдаты московицкие, которые были еще тогда в серяках, ну, таких серых одеждах и лыковых лаптях, небритые и с бородами, то есть, во всей мужичьей образине, были, однако, о себе непонятно, почему, высокого мнения и имели какой-то паскудный обычай давать всем народам презрительное прозвище, как вот полячишки, татаришки и так далее. Но странный и невероятный страх перед татарами, укоренившийся в московитах со времен великих их завоевателей Батыя и Мамая, заставлял их в походе держаться всем вместе, терпя страшную нужду, притеснение, так что и саму воду считали иногда большой редкостью и драгоценностью, и те, кто ею торговали, наживали большие деньги. А вот, как писал о татарах и сравнении их с москвитянами Перри, английский клапитан и инженер, работавший в России с 1698 по 1715 год, то есть успел за 17 лет что-то увидеть. Называется его работа «Российское государство под современным царем» 1716 год. Москвитяне постоянно перетолковывают свои слова, наоборот, изменяют своему слову. Вследствие этого в этой стране между иностранцами существует поговорка. Если ты хочешь знать, честный ли человек россиянин, то посмотри, растут ли волосы на его ладони. Если нет, то и не жди честности. Когда москвитяне льстят, тратя ласковые слова, исклятвы уверяют вас в своем уважении, что является обычным их способом поставить вас в зависимость от них, и что они делают как в отношении друг друга, так и в отношении иностранцев, то вы всегда будьте настороже, должны быть уверены, что они намерены предать вас в любой момент. Чувство стыда так мало у них развито, и так мало связано с понятием о низменном деянии, что быть хитрецом в народе считается похвальным качеством. Они говорят, этот человек понимает мир и несомненно преуспеет. Он всех, как это, не всех перехитрило, как россияне, переиграл. Он всех переиграл. Любит говорить. О честном же человеке россияне говорят, он глуп и не умеет жить. Так и дается в тексте, соответственно, в транскрипции английской. Он клуп не мет шить. Они так мало уважают свое собственное слово и понятие о чести в истинном ее понимании, что это имеет для них такое малое значение, что в их языке даже не существует слова, чтобы выразить это понятие. Когда я занимался сооружением водного сообщения с Камышенко, почти половина присланных ко мне работников для рытья канала была из числа татар, и большая часть всадников, посланных для прикрытия рабочих, состояла из дворян или высшего сословия того же народа. Татары говорят россиянам, если их вера правдива и подлинна, почему же они не живут в согласии с истинной? Что же касается татар, то я должен отдать им справедливость и сказать, что всегда, когда имел возможность им довериться или применять их к делу, то я и мои помощники могли заметить, что они искренни и честны в жизни своей, а в разговорах намного более смышлены всего того, что я встречал среди русского народа. Ну вот еще одно интересное свидетельство об одежде татар. Джон Шапп Дотрош, французский астроном и путешественник. Это середина 18 века, точнее 1761 год. Одежда татар во всем лучшая одежда россиян у татар она элегантна, а у россиян бедная и скутная. А вот Джилльс Флетчер, посол Англии в Москве 1588-1989 год. Ну, здесь он описывает об обряде московитов перед крымским ханом. Вот как. Российский царь должен был стоять у коня, на котором сидел хан, и кормить животное овсом из собственной шапки. Это происходило в самом Кремле Московском. Этот обряд, как они говорят, продолжался до Василия, деда нынешнего царя. Он, взяв вверх, благодаря хитрости, принял охотно такой выкуп. Описанный обряд заменили данью мехом. Ну, и говорит о том Флетчер о том, что татары гораздо более сильные, чем мозговитые. Татары кружили у границы так, как летают дикие гуси. Но здесь в первую очередь идет речь о крымских татарах. Захватывали по дороге все и стремились попасть туда, где видели добычу. В рукопашном бою, когда дело доходит до всеобщей битвы, татары действуют гораздо лучше россиян, ибо они сильнее от природы, от непрорывной войны, стали еще более храбрыми и они очень сообразительны и изобретательны на всевозможные уловки ради собственной пользы. Когда татары нападают с небольшим войском, то сажают на лошадей чучел в виде людей, чтобы их казалось больше. Нацелившись на врага, они бросаются в бой с громким визгом и кричат все вместе «Олла-билла!» Олла-билла! Смерть до того презирают, что охотно соглашаются умереть, чем уступить врагу, и уже разбитые грызут оружие, если не могут больше сражаться или помочь себе. Из этого понятно, какая разница между татарином, обладающим такой отчаянной храбростью, и россиянином или турком. Солдат российский, если он начал уже отступать, то все спасение свое видит в скором бегстве. Кстати говоря, для этого россияне и выдумали заградотряды, чтобы это свойство россиян прекратить. А если россиянина взял враг, то он не защищается и не умаляет о жизни, потому что уверен, что должен умереть. О нагайцах вот пишет. Что касается верности слова, то московиты в большинстве своем считают его ничем, если могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. По правде можно сказать, как это известно тем, кто имел с ними торговые дела, что от большого до малого, кроме немногих россиян, которых очень трудно отыскать, всякий не верит ничему, что говорит другой, но и сам не скажет ничего такого, на что можно было бы положиться. Эти качества делают их ничтожными в глазах всех их соседей, особенно татар, которые считают себя гораздо честнее и справедливее россиян. Те, кто внимательно обсуждал состояние обоих народов, считают, что ненависть к способу правления и поступкам россиян до сих пор была главной причиной язычества татар и отказа их от христианской веры. Представьте себе. А вот что писал Жак Маржере, французский офицер в Москве 1606 по 1611 год, шикарные его воспоминания, почитайте. Почему шикарные? Потому что очень компетентные. Он сам был руководителем отряда, который разбивал многократно сначала в гражданской войне москвитянской, он воевал против Лжедмитрия, а потом, соответственно, разбивал и московитов. А потом он был одним офицером единственным, которого московиты еще заплатили, чтобы он уехал с Москвы. Потому что всех остальных иностранцев они не выпускали, а ему еще заплатили. То есть уедь только пожалуйста. Нужно было заслужить такое отношение. И соответственно называется его состояние российского государства и великого княжества московского в 1606 году. Ну что он пишет, что палку с насаженным четырегранным стальным острием никто не смеет носить, кроме московского императора. Этот жезл великие князья принимали когда-то от крымских татар в знак вассальной присяги. Ну и собственно говоря шапка Мономаха тоже откуда, да? Не от Мономаха, а от среднеазиатской женской тюбетейка среднеазиатской работы 14 века. Никакого не Мономаха. Уже учеными установлены. Самое интересное что женское. И вот еще сообщение Энтони Дженкинсон английский посол в Москве в четырех посольствах с 1557 по 1571 год. Называется его работа описание Руси, Московии и Татарии. Московия, Татария, Русь все через запятую. Вся страна на правом берегу Волги от Камы до города Астрахани принадлежит крымским татарам, тоже Магометанам, постоянно воюющим с московским царем. Они в поле очень храбрые и получают помощь и поддержку от турецкого императора. Во время моего пребывания в Астрахани здесь был большой голод и мор среди населения, особенно среди татар, нагайцев, тогда пришедших сюда отдаться в руки московитов своих врагов и искать у них помощи, ведь их страна была разорена. Но им плохо помогали, массами они умирали от голода, так что по всему острову лежали груды умерших, непогребенных, как зверей, жалко было смотреть. Многие из них продали московитам, многих из них продали московитам, других прогнали с острова. В это время очень легко было бы обратить этот злой народ в христианскую веру, если бы московиты были добрыми христианами, но как они могли сочувствовать чужому племени, когда сами так беспощадны к своим беднякам. Ну и соответственно чем это все закончилось? Разгромом татар и уничтожением соответственно. Ну и разгромом Москвы, то есть крымские татары успели отомстить сожжа, сожжа, есть такое слово? Сжекше, наверное. То есть такой тяжелый язык, в русском языке нет слова победю, да, потому что человек, ну как бы единица не представляет себя личностью настолько сильной, которая может победить. А в украинском языке переможу это вообще совершенно обычная вещь. Ну короче 1571 год москвитяне соответственно убежали, Иван Грозный сбежал, вся Москва сгорела, кто хочет читайте, например Джерома Горсея, об этом всем история. То есть Москва из крупного полумиллионного города превратилась в маленький городишко, несколько десятитысячный. Это был в том числе результат ответа крымских татар на поход на Казань. Но восстановить княжество не получилось Казанское ханство в то время. Почему не получилось? Ну крымские татары все время были отвлечены какими-то другими историями. В Европе, в том числе войной с украинскими казаками, в том еще в разных местах, короче, им не до этого в окончательном итоге оказалось. Хотя они регулярно после этого вообще стали теребить московитовы и еще долго соответственно поднимали этот вопрос, мягко говоря поднимали в своих атаках на Москву. Но что случилось непосредственно в Казани и в Астрахани? Вот как об этом писал Генрих Фургн, штаден, германский наемник, побывавший в Москве с 1564 по 1576 года. В том числе сам был на службе у опричников, поэтому его свидетельства очень ценны, потому что он о себе тоже всякие негодяйства пишет. То есть признается во всяческих негодяйствах спокойно, так как-то короче без раскаяния совести, но признается. Называется его работа «Страна и правление московитов», описанная Генрихом фонштаденом 1578 год. В обоих городах в Казани и Астрахани московские воеводы находили друзей среди некоторых татар, звали их в гости и одаривали золотыми вещами и серебряными рюмками, будто эти татары были высокого рода и личина и отпускали их обратно в их земли, чтобы они показали другим подарки великого князя, тем, кто не думал даже повиноваться великому князю, не то что служить. Увидев, однако, что людям даже ниже их происхождения выпали стол большая честь и подарки от воеводы и вельмож, знатные татары думали, что они возьмут больше, на это и рассчитывали руководящие люди в Казани и Астрахани, они послали просить к себе всех благородных мурс князей, пусть те придут и получат милость и подарки великому князю. Благородные мурсы пришли в Казань их хорошо приняли и они уже думали будто им будет то же, что и предшественникам получившим подарки и они смогут вернуться домой. Но когда они выпив слишком много вина и меда к чему не так они привыкли как россияне довольно опьянели пришло несколько сотен стрельцов и перестреляли этих татарских гостей которых в своем краю были самыми знатными то есть геноцид еще и верхушки происходил. И соответственно ну вообще много чего есть интересного кстати говоря за всю жизнь Ивана Грозного известно о единственном покушении на него и совершили его именно татары которых он хотел убить. Вот то есть в московитом все нравилось 40 лет он их в медведей зашивал трогал собаками убивал миллионами и так далее им это нравилось ну татарам единственным татарам не нравилось вот еще недавно буквально на днях российский Дяк Кураев нашел документ но он уже давно известен этот документ обращение московитского митрополита к Ивану Грозному о том что московиты еще даже до взятия Казани представьте себе получили пленников из плена забрали христианских у татар и их изнасиловали представьте себе мужчин женщины всех то есть россияне получили пленников освободили пленников и изнасиловали их почитайте у Кураева эти свидетельства но вот я вам немножко другое свидетельство приведу на того же митрополита нет это тоже другой митрополит митрополит Филипп Колыч кстати которого Филькой обозвали и московский царь его убил и вот что он говорил этот Филипп Колыч татары язычники и весь мир может сказать что у всех народов есть законы и права только в московии их нет во всем мире преступники не находят в правительстве сострадания если ищут его а в московии нет сострадания для невинных и праведников подумайте о том хоть бы бог преподнес тебя в мире но все же ты смертный человек и он спросит тебя за невинную кровь пролитую твоими руками и соответственно есть кстати говоря очень хорошее сообщение еще и Иоганна Таубе и Элерта Крузе это тоже наемники на службе при дворе немецкого князя немца из Лифляндии и соответственно они описывают сожжение Москвы татарами в результате всего этого о чем же вся эта история свидетельствует эта история свидетельствует о том в частности современный Татарстан и вообще места заселенные татарами что в смысле хозяйственной организации на татарах в Москве и в России современной очень много чего держится да даже посмотрите на их банкировать их на Биулин всяких и так далее то есть они в среднем более сообразительные и хозяйственные если татарские деревни они выглядят как цивилизованно если российские деревни это все российские когда путешественники сами литераторы говорят что останавливаться можно только у татар есть таких сообщений российских писателей типа по Волге путешествуй в российские деревни не въезжай останавливайся только у татар и вот будучи изгнанными и униженными в собственном в собственной стране татары все-таки смогли даже сейчас организовать даже под таким прессом колоссальным который из России который высасывает оттуда все они смогли организовать благодаря своим инстинктам да ну какую-то жизнь более приемлемую чем во всем остальном России если вы посмотрите на показатели экономические Татарстана то они гораздо лучше чем в остальной части России поэтому когда с одной стороны мы понимаем уроки урок состоит в том что абсолютно бессмысленно и абсурдно договариваться с Москвой она совершенно не собирается ни с кем договариваться она все делает для того чтобы точит так сказать камень за пазухой и так на всех не только на татар они хотят сожрать все весь мир сожрать это как там у Платонова есть стих такой что если мир не сожрешь короче лозунг российский сожрать весь мир вот еще со времен Геродота наверное этот лозунг и вторая история второй урок состоит в том что в случае распада а случай все более и более вероятный мы уже видим это на северном Кавказе и это обязательно полыхнет и дойдет до всей России будет кристаллизироваться некие островки и вот островок казанских татар которые супер русифицированы в огромном количестве но даже при этом они понимают что они татары понимают даже утратив язык который они сейчас утрачивают с огромной скоростью они все-таки понимают что они татары в большинстве своем и у них это совершенно явный и очевидный альтернативный центр кристаллизации государственности потому собственно говорят сейчас репрессии против татары направлены в России что их вообще просто под плинтус загоняют но 5 миллионов официальных казанских татар еще несколько миллионов неофициальных которые это называется которые записали себя в русские да Иваны не помнящие татарского родства есть и такие вот это обязательно сыграет свою роль где будет этот центр или он будет в Казани или он будет где-то там в Астрахани или еще где-нибудь никто сейчас вам не скажет потому что все в окончательном итоге будет решаться очень небольшими группками людей активных пассионарных во время распада России но то что этот распад будет мне кажется уже у многих россиян даже исчезают сомнения Россия это не получилось государственность все что они не делают все у них выходит никак концлагерь а татары соответственно у которых было богатейшее Казанское ханство и особенно Булгария богатейшая они соответственно здесь и даже в современный Татарстан несмотря на все унижения они соответственно одним из естественных центров кристаллизации будут поэтому друзья ожидаем интересная будет карта России она будет совершенно не такая не с новыми территориями а со старыми странами которые были покорены и уничтожены Россией поэтому друзья эти страны станут независимыми вот и возможно даже будут ну типа Татарстана будут каким-то примером для окружающих народов возможно хотя конечно у Татар есть у Казанских в частности вообще у Татар есть и история имперская такая которая может немножко отпугивать другие народы это тоже нельзя исключать я думаю что им сейчас не до этого будет не до игры в империи а им до получения в свободы а узнав какая свобода сладкая они уже никогда ее обратно не отдадут поэтому друзья помогаем украинской армии она приближает это будущее человечества и освобождение сотни миллионов людей на территории бывшей России с Богом друзья до перемоги субтитры субтитры